всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад продолжения общего расклада размышления на тему доверия до философский расклад который я делала недавно и продолжение теперь как личный расклад опять-таки общий но уже для вас не для человечества а вот именно лично для каждого из нас мы будем рассматривать что нам мешает войти в доверие к миру хочу сказать что аналогичные расклады я уже сделала по моему если не ошибаюсь есть два расклада я попробую вот здесь вот где-нибудь вам в подсказках дать ссылку вот но и призываю вас немножечко пошевелиться и зайти в плейлист на моем канале который называется самопознание и поискать самостоятельно расклады на одноименную тему потому что такие расклады есть они может быть ну формулировка другая но идея доверия на есть вот и не обращайте внимание пожалуйста на то что время прошло до что это может быть голодовалой давности дали в двух летней давности расклад время второго общение имеет никакого отношения не только второго вообще время оно имеет только даже как сказать в мире сознания принципе времени существует потому что это чисто субъективное восприятие но это опять-таки вилософ философские понятия я сейчас вам не буду об этом говорить вот это просто к тому что если у кого-то стоят рамки и формате того что а это старая значит не актуально это ошибочное суждение и так я вам предлагаю три варианта камешки обычно до голубой красный зеленый то есть первая вторая третья позиция либо по колоде чиколи небо и земля танец шамана логинова николе я николету чиколи я недавно для себя открыла не как колоду я знала ее существование а вот именно о том что я как-то вот созрела что могла ее прочитать как-то с ней взаимодействовать вот она мне очень понравилось и так я надеюсь вы определились с выбором так мы вот сюда я поставлю камешки отодвину сюда ниже чуть-чуть колода красненький у нас пойдет сюда и это будет вторая так на как рамки для себя это оппозиция а тут есть там позиция номер один голубенький камешек и мы с вами приступаем перемешаю перетасаю посмотрим как она у нас будет выглядеть до доверия то есть это вот ваша данная ситуация на сейчас и так хаотично сделаем звезду вот но еще и дополнительные вопросы я буду задавать и так сигнификатор сегодня карта будет вам показывать на ваш сигнификатор вообще на общее состояние сейчас общее состояние аркан влюбленных на такое ощущение что вы находитесь сейчас в состоянии некой такой некого определения до анализа что вам делать как вам делать но вы делаете это вот знаете как будто бы не хотя возможно сейчас есть такое ощущение что оставьте мне в покое да вот как какая-то такая энергетика у меня считывается оставьте меня в покое я уже стала устала да как будто бы от всего я уже смирилась дай мне не важно что по мне там ползет змей что он как-то меня искушает как будто бы вот сейчас знаете вот какой-то смирение да но смирение не с негативной точки зрения что вот я жертва и как мне поступать нет а просто такая знаете некая усталость обычно ну поскольку меня на канале женщины я могу этот пример привести когда женщина очень устала и в доме когда есть особенно маленькие дети вот и они там что-то кричат шумят прыгают по тебе а тебе как-то вот все равно да почему потому что ну вот усталость она не дает возможности как-то среагировать и вот сейчас такое ощущение по этому аркану что если вот такая некая не то чтобы безразличие а а я бы сказала восстановление да то есть вот процессы происходит а ты не включаешься в силу того что нету силы нету энергии достаточной да вот здесь вот какая-то ну вот усталость да проскальзывает какое-то другое слово я не могу подобрать хорошо давайте посмотрим значит первый вопрос я писала вам примерно сигнификацию если вы понимаете что это не про вас да просто может быть надо перезагадать позицию сегодня мне захотелось обычно я не делаю сигнификацию а вот сегодня мне это захотелось вот значит первый вопрос ваше взаимодействие с вселенной как вы взаимодействуете вообще достаточно такое гармоничное на взаимодействие по двойке кубков говорящая о том что где-то знаете вы ощущаете свое единственное но только в том состоянии скорее всего только в том случае когда вы находитесь вот в спокойном уравновешенном состоянии то есть сейчас вы не чувствуете да сейчас здесь мы видим да такое вот выражение лица у девочки что некое такое смирение до меня ничего не искушает мне ничего неинтересно и казалось бы что вроде бы тоже такое спокойное ровное состояние но сейчас вашего так взаимодействия с вселенной как такового нету а почему потому что вы не находитесь гармоничном состоянии вы не можете разделить эту косичку пополам а то есть здесь одна коса сплетена до двух девочек абсолютно идентичных вот поэтому ваше взаимодействие со вселенной достаточно гармоничное да вы умеете но еще раз повторюсь скажу только в том состоянии когда вы находитесь вот в каком-то умиротворение причем это не пассивность а это вот внутренняя фоновое какое-то состояние когда мне действительно хорошо здесь нету активности здесь нету эмоций там радость счастье или еще что-то вот такое знаете вот фоновое расслабление когда ничего не напрягает тогда да тогда вы ощущаете может ощутить ну кто-то может сказать что когда я нахожусь медитативном состоянии если так вам будет понятно тогда да есть взаимодействие во всех остальных ситуациях и я я не думаю что вы как будто бы вот ощущаете это единство со вселенной умеете ли вы решать текущие проблемы с помощью нее через знаки символы умеете ли вы принимать подсказки так это шестнадцатый аркан шестнадцатый аркан башни здесь однозначно сказать я вам не могу то что вы умеете читать знаки да вы умеете но умеете ли вы решать текущие проблемы умеем паузу я просто стараюсь знаете вот как-то ощутить есть какая-то вот двоякость в этом аркане которая передает мне состояние то есть с одной стороны да вы видите эти знаки знаете вот ощущение того что когда вы включены да вот действительно когда вы находитесь гармонии в балансе да вы как-то вот осознанно да когда вы ставите себе цель и как-то вот общаетесь взаимодействуете с вселенной с миром да вы можете решать но здесь у меня такое ощущение что вот вы как будто бы это знаки то это эти видите да вы подсказки то эти видите но вы на них не обращаете внимание как будто бы вот знаете сами себе как будто бы закрываете глаза на это то есть да здесь мы видим изначально что кубики то выстроены не совсем ровно да есть какой-то фундамент но дальше у нас идет вот какой-то перекос и ясно дело что рано или поздно девочка может упасть да все может рухнуть потому что вообще себя эта конструкция она не такая недостаточно стабильная поэтому я скажу так что подсказки вы видите и решать вы можете но все зависит как будто вы знаете от ситуации от вашего состояния в котором вы находитесь а почему так вот не хочу спросить почему так сильно ваше эмоциональное состояние влияет на вас на вообще на принятие решения вот здесь происходит знаете вот проходит какой-то вот сама ман в чем этот сам я не могу понять не могу разобраться а это связано с вашей энергией все я поняла когда вы находитесь в таком патческом состоянии да когда вам не хватает сил энергии вот как в данном случае да по главному аркану вам как будто бы знаете не хватает сил решать да то есть не хватает импульса не хватает какого-то запала не хватает вот мне показывают знаете как извержение вулкана да то есть вот он постепенно кипит кипит внутри себя потом начинает взрываться да вот вот для того чтобы вот это взрывание произошло как будто бы не хватает какого-то вот созревания да здесь вам немножко нужно изменить как-то свое мировосприятие вот что именно здесь что-то нужно изменить вот смотрите что нужно изменить это аркан справедливости что нужно изменить в аркане справедливости мы не можем принимать решение да когда мы слишком эмоционально то есть эмоции нам не не помогают в принятии решения а наоборот мешает где-то препятствует для того чтобы действительно справедливо мы должны быть холоднокровными ну по крайней мере должны быть сбалансированными да и в эмоциях и в чувствах то есть здесь в принятии любом решении эмоции не являются помощниками а так вот у вас это как раз таки и есть такое что вы когда начинаете эмоционировать да а вот сейчас вы действительно истощены потому что видимо какой-то вот период ну сейчас и период такой когда эмоции вас выжили да вот и поэтому вам не хватает сил на то чтобы как-то про взаимодействовать с вселенной то есть вам нужно элементарно поднимать вибрации для того чтобы поднять вибрации когда вы находитесь в каких-то эмоциональных состояниях неважно это позитивный негативный да вы как будто бы по шкале не можете подняться выше и поэтому вам нужно как раз сбалансировать себя успокоить вот поэтому и двойка кубков то есть что да когда вы находитесь высоких выбираться вы можете взаимодействовать с вселенной да вы можете находить ответы на вопросы вы замечаете эти подсказки а когда вы начинаете как-то вот волноваться переживаю вас раскачивают на эмоциональных каких-то качелях то однозначно вы сливаете свою энергию вам не хватает этой энергии для того чтобы подняться выше и как результат вы не можете принять решение вы не можете взаимодействовать вселенной поэтому здесь у нас по аркану башни говорилось о том что до знаки то вы видите подсказки то вы видите но как говорится знаете когда лежишь и болеешь ты понимаешь что вот не надо было вот это есть не надо было вот там я не знаю туда-то ходить надо было допустим там одеваться потеплее либо еще что то ты это понимаешь но как-то вот то знаете халат на халатное отношение к самому себе и вот здесь вот примерно такое же не зрелая халатный вот в этом-то и заключается сам обман да вот этот детский какой-то подход по этой обезьянке какое-то халатное отношение к самому себе здесь зрелости не хватает в этом плане до знаки вы видите подсказки тоже умеете их принимать но только когда вы находитесь высоких вибрациях дальше давайте посмотрим ваша коммуникация с миром обмен и принятие идей здесь что ваша коммуникация с миром шестерка жезлов я не знаю это сейчас такое у вас состояние либо вообще но принципе мы смотрим всегда срез момента здесь и сейчас да то есть когда я вас ловила тогда как говорится и вовремя так вот я вас ловила в тот момент когда вы по сути являетесь принцессы да вот с короной на на голове не не с плохой точки зрения с хорошие корона не про эгоизм вы если присмотритесь до карты карте вы увидите что вот у него выражение такое лица что я как будто бы знаете у человека есть достаток у человека все есть сейчас в принципе почему потому что она вылетает вот из башни в виде слона слон вообще сам по себе символ стабильности мудрости терпения и прекрасной памяти то есть в принципе да у человека есть все что ему необходимо но на данный момент ваш коммуникация с миром она как будто бы отсутствует почему потому что вы как будто бы словили какую-то грусть да даже здесь не грусть здесь не разочарование а вы как будто бы знаете вот бывает так погружаешься в себя то есть начинаешь что-то делать да ну а потом как будто бы отвлекаешься я не знаю на окно либо на что-то и вот смотришь долгое время в одну точку и в этот момент там о чем-то рассуждаешь что-то чем-то мыслишь да либо идешь по дороге какой-то вот такой задумчивый голову опустил смотришь под ноги такой вот хмурый человек не потому что у тебя что-то плохое случилось а потому что ты вот живешь как-то вот внутренними какими-то своими процессами и осмыслениями поэтому говоря сейчас ваша коммуникация с миром она пока отсутствует и отвечая на вопрос об обмене и принятие идей я могу сказать что только тогда когда вы находитесь в интровертном состоянии только тогда вы можете принимать идеи от мира да то есть даже если вам кто-то что-то сказал что-то предложил из людей вы в этот момент не соглашаетесь почему потому что но вы как-то будете отказываться вам нужно время на то чтобы остаться наедине самим собой это сам мой собой вот и переосмыслить то есть вы не тот человек который опять-таки смотрите здесь у нас есть эмоции да а здесь вот эмоции как раз ки нет вы принимаете решение вам нужно подумать допустим вам кто-то что-то предложил вы можете сначала отказаться сказать нет я не хочу либо взять паузу на то чтобы подумать потому что вы принимаете какие-то вот идеи вообще вам приходит от вселенной только тогда когда вы находитесь ну в уединенном состоянии вы не получаете из коммуникации то есть вот общаемся на нужно что-то найти пример вы хотите переехать вот и говорите общаетесь с человеком встретили говорить вот мне надо найти там я не знаю хочу снять квартиру либо арендовать какое-то помещение и вам человек предлагает а вот обратись туда-то или туда-то нет у вас такого нет вы как будто бы когда находитесь как то вот сами по себе начинаете думать вам у вас как будто бы это чтобы инсайты приходит а к вам приходят какие-то правильные решения здесь ощущение того что вот вам нужно как-то абстрагироваться от внешних шумов для того чтобы внутри себя услышать необходимый ответ даже если заранее вам кто-то предложил что-то еще расскажу повторюсь вам все равно надо время на то чтобы подумать все взвесить проанализировать для того чтобы одержать победу то есть нас сказать что да я принял какое-то решение или нет что вы думаете вообще о доверии к миру ваши мысли да мы сейчас рассматриваем ну вот попадает как раз ки отшельник до подтверждение того той энергии которой я считала она говорит о том что у вас доверие что такое доверие сейчас как-то по-другому сформулирую что вы думаете о доверии к миру вы действительно размышляете вот так скажу да потому что отшельник он все равно ищет да как-то вот света здесь вот большой и маленький наоборот большой и и и маленький да вот как будто бы по кругу мы ходим вот но с другой стороны мы видим что персонажа здесь очень напоминает улитку да то есть тогда когда улитка закрывается входит свой домик да и то и тогда погружается внутрь себя и тогда она начинает размышлять понимать что-либо поэтому думаете я вот так вообще скажу думаете ли вы о доверии к миру вообще какие-то вот философские такие моменты вообще размышляете о человеке о себе да они присутствуют а что вы думаете о доверии что доверие это знаете вот как будто бы это очень личная какая-то история это то что вот какой-то у меня идет ощущение душевности интимности вот чего что это что-то такое сокровенное для вас это что-то что знаете вы можете сказать это принадлежит только мне да я вот как будто бы с этим не хочу делиться ни с кем вы очень много размышляете да вы растете через размышления что еще вы думаете о доверии к миру это это вот знаете такая очень важная для вас вещь интимного порядка еще расскажу я не могу понять почему то есть я не могу вам это объяснить но вот здесь вот как раз таки это вот давайте скажем так это слабое место для вас причем не знаете доверие к миру может быть до присутствует к природе к вселенной да но доверия к людям у вас нет либо здесь вот как будто бы идут какие-то крайности вы доверяете а потом разочаровываетесь да потому что здесь вот сама по себе карта тройка педакли да она говорит что вот есть непонятное какое-то существо которое стоит за нашей спиной да и они в принципе не пара да и здесь вот непонятно как они общаются чем-то вот напоминает какое-то искушение причем она присутствует за спиной героини поэтому здесь можно сказать что и вы как-то знаете к людям относитесь как-то настороженно да есть доверие но вот ощущение того что я знаю что меня предадут как будто бы изначально есть какая-то такая установка говорящая о том что вы ожидаете какого-то подвоха до чего-то такого не хорошего но с другой стороны это и понятно потому что а с кем вы общаетесь посмотрите вы вообще общаетесь с теми людьми которые ну не то чтобы вам не ровни да здесь абсолютно другой персонаж здесь не человека здесь существо изображено да то есть изначально вы выбираете для себя каких-то людей не подходящий вам а с какой целью отшельник с целью для того чтобы вырасти для того чтобы получить какие-то уроки для того чтобы стать более мудрее но когда вы находитесь низких вот этих вот вибрациях да вы не видите этой духовности и вам кажется что есть какое-то вот предательство да ну подвох какой-то вот что-то вы все время как-то вот интуитивно ощущаете а почему потому что вы изначально знаете что вы выбрали не то но другая часть вашей интуиции говорит о том что именно вот это не то ты правильно выбора потому что вот через вот это ты придешь к мудрости да ты придешь вот к этому пониманию потому что в любое вот это вот предательство да смотрите как карты легли это ваши мысли любое предательство оно приводит к чему к тому что вы вот здесь должны будете как-то удалиться до погрузиться в себя точно так же как и здесь проанализировать как-то ситуацию достаточно такой неприятную негативную вот и только после этого как-то помудрить то есть с одной точки зрения но такие люди которые на вас не похожи они помогают вам проходить какие-то уроки становиться более мудрее но с другой стороны это ваше собственное убеждение что именно вот такие люди нет скорее всего наоборот ваше собственное убеждение о том что у меня нету доверия к людям и они будут меня предавать и вы формируете такую ситуацию где вас действительно а придают для того чтобы мозг получил подтверждение вашего собственного убеждения здесь вот палка о двух концах да в этом есть и плюс и в этом есть какой-то свой минус как вы разговариваете с миром что именно говорите ему или о нем как вы разговариваете с миром а вообще вы идете опять-таки вот двойственность да она присутствует не то есть двоякость какая-то как будто бы по острию ножу вы ножу по острию ножа я по знаете что вы у вас есть такая знаете такое качество да скорее всего такая грань мне здесь идет вот прям между тонким планом и нашим материальным то есть вы как будто бы с одной стороны соединяете эти два мира да они для вас соединяющиеся какие-то сосуды и вот вы из одного мира из мира тонкого возвращаетесь вот на землю до более материальный плотный план им и наоборот с другой стороны вот эти вот знаете постоянные какие-то переходы но у вас это может быть как-то происходить то ли одновременно то есть как бы так сказать вы как матрешка до одна в другую вы можете находиться двух состояниях одновременно то есть тем материальным и в тонком до либо вы можете ходить на более высокие уровни до получать там информацию а потом спускаться то есть есть вот какое-то такое и другой момент вы как будто бы постоянно находитесь на грани какого-то риска вообще на грани чего-либо вот знаете либо я вообще не общаюсь с миром да да никак о нем не говорю ничего не делал либо я вот полностью погружаюсь в знаки символы то есть вот здесь вот какая-то крайность присутствует а что вы говорите о мире ну достаточно такие позитивные моменты да вы общаетесь через эмоции вот ваше взаимодействие да с миром с одной стороны опять-таки видите двоякость вы можете через логику через погружение размышления да общаться приходить каким-то истинным для себя а с другой стороны при при общении с миром но не с людьми я не вижу здесь людей как таковых не то что вы закрыты вашем окружении нету людей есть но вот вы как-то с миром общаетесь через эмоции да через я не знаю через какое-то может быть восхищение радость когда вы начинаете расширять как-то свои границы позволять себе намного больше как-то вот радоваться но вы включаете эмоции да и вот здесь у вас происходит какой-то обмен а как у вас вообще убеждение да по поводу мира какое у вас убеждение да бежите вы вообще да бежите вы из этого мира хочется мне сказать вам четверка жезлов да где девочка убегает из этих от знаете от этих чупа-чупусов почему потому что вы слишком гиперболизируете вам ездить на ситуацию какие-то вещи вот все узнаете слишком большое а я здесь слишком маленький да то есть вот такие ситуации либо на меня накатывает все и сразу я не знаю как это решить и мне проще убежать я не понимаю да либо наоборот знаете где-то в какой-то момент вот есть вот это вот присыщение какими-то вещами и вы устаете да вы устаете и вы убегаете вот вы постоянно убегаете в отшельника потому что вы устаете от каких-то проблем какие-то сложности да вообще даже от хорошей жизни да вы тоже бежите потому что все-таки чупа-чупс это не сладкий то есть вы и от сладкой жизни бежите почему потому что это вот для вас это что-то такое большое что такое масштабное огромное вот и в какой-то степени вас это пугает вообще комфорт вас пугает счастливая жизнь вас пугает почему хорошо идем дальше в эмоции умеете ли вы ощущать мир вот здесь вот мне сразу при на сколько времени там будет огромный опять расклад будет ну ладно анализ он всегда такой умеете ли вы ощущать мир интересного паркан мага умеете ли вы ощущать да вы умеете ощущать мир знаете вот вы насмотрите на ощущение знаете вот как игра какая-то да как вот игра в кошки-мышки как некое такое взаимодействие то есть вам это нравится вы это можете вы умеете здесь даже знаете не про эмпатичность а вообще вы как-то вот умеете мимикрировать под окружающую природу опять-таки я не говорю про людей вот для вас вообще люди это отдельная какая-то категория мира это мира это природа это деревья это животные это воздух это вселенная это галактики это все и отдельно особнячком стоят люди так вот вы с миром да умеете и даже с людьми вы умеете коммуницировать умеете их ощущать но для вас это вот все как какая-то игра умеете ли вы ощущать мир но смотрите 0 конечно да конечно если не вы то кто аркан шута умеете вы легко можете относиться знаете вот вот я говорю не случайно дать гиперболизируете преувеличиваете какие-то ситуации почему потому что да вам все подвластно да то есть вы умеете очень многое в этой жизни достигли просто знаете такое ощущение мне бывает иногда скучно и я решил сам себе что-то придумать на какой-то вот волшебный мир умеете вы ощущать умеете вы взаимодействовать чувствование у вас все прекрасно веселиться вы умеете все умеете следующий вопрос понимаете ли вы свои ощущения чувства понимаете ли вы свои чувства да конечно вы понимаете рыцарь губков вы ими даже управляете так могу сказать то есть вы умеете очень хорошо манипулировать манипулировать это не значит что вот я сказала что все теперь тебе плохо и мы переходим сразу противоположность в позитив и все теперь я буду чувствовать позитив хотя в идеале вы это можете но вы очень четко понимаете знаете причем какие-то вот свои оттенки у вас на вообще на ощущение на идентификацию ваших эмоций причем каких-то очень тонких граней у вас есть талант вы можете отслеживать вот прям какие-то минимальные изменения если вы сфокусируетесь на этом вот это состояние вашей души да это вам очень очень знакомо и я могу сказать что вы прям достаточно чувствительны и эмпатичны и душевны так идем дальше достигаете ли вы своих целей после осознанного взаимодействия с вселенной вот здесь когда у вас действительно вибрации повышены я бы сказала не то что вы достигаете а я сказала бы так что вы где-то циклитесь вам мешает как-то ваше прошлое да то есть вот слишком много головы у вас слишком много вот этих вот погружение в себя размышлений до прошлое как-то очень сильно на вас влияет вот и как бы вас не вытаскивали да вот здесь красненькая здесь красненькой на что-то такое всегда присутствует вот какая-то сила рядом с вами который вас оттуда вытаскивает а вы как-то все равно погружаетесь да не берете вы лишаете себя очень многих шансов и возможности поэтому достигаете ли вы своих целей я бы сказала так что вы могли бы достичь намного большего но вы сами отказываетесь от каких-то возможностей даже если вам как-то вот как будто бы вот вам не надо понимаете вот этот вот вот шут шут и маг они говорят знаете вот я и так способен и поэтому знаете вот не то чтобы лень присутствует а мне это как будто бы не очень-то и надо да то есть ну знаете то есть до тех пор пока мы не знаем не умеем читать карты таро нам хочется я хочу узнать чтобы себе предсказывать и как правило люди которые занимаются достигают каких-то там способностей на ясновидение там любящего что на себя смотреть как-то уже не интересно вот здесь вот как-то примерно что-то такое аналогичное следующее если нет то есть если вы не достигаете то что вам мешает то что вам мешает ну вот понимаете аркан повешенный что вам мешает посмотрите здесь есть две головы до 2 разные точки зрения вот это вот опять таки двойственность она присутствует красной нитью по всему раскладу то есть вас есть все время вы как будто не смотрите на мир однозначно не то что с разных сторон а именно в тот момент который вы смотрите в ваше видение мира она двоякая то есть вот красный красный говорю но может быть и красный красный ангелочек до либо красный дьяволенок вот и это вроде бы верно и это верно и да и вот вы как будто бы не можете на то что вот у нас здесь по справедливости я не могу применять какое-то решение потому что мне это кажется правильным и это кажется правильным это как две стороны одной медали не важно какая-то сторона орел либо решка так или иначе и то есть медаль ну монетка вот вашем случае вы как будто вы не можете определиться почему потому что вы видите монетку вы не видеть одну или другую сторону вы видите в монетку и в ней и одна сторона и другая правильно вот это вот для вас является таким моментом что вы как будто бы ну перестаете действовать да вот здесь вот какое-то такое подвешенное состояние потому что знаете у каждой стороны есть своя правда поэтому если вы как-то не поступаете но не берете какие-то шансы возможности вы это можете объяснить здесь ощущение того что вы настолько мудры что вы всему можете дать объяснение и она будет логично и то и другое они могут быть противоречивые но и то и другое будет верно из ваших уст дальше насколько комфортно для вас находиться в состоянии доверия ну да 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 здесь вот как раз таки а вот видите я опять ошиблась да вот здесь вот паш а вот здесь рецепт но неважно в принципе энергия верное то что было сказано ранее а насколько комфортно для вас находиться до комфортно потому что свинья это всегда знаете как этот сила свинья в эту лужу грязь и радуется ей так хорошо она такая счастливая плюс ко всему свиньи всегда приносит большое поток количество порося да но потомство такое достаточно большое поэтому можно сказать некое такое изобилие поэтому аркана насколько комфортно да комфортно вам вам радостно когда у вас есть доверие знаете что у вас с вами происходит вы хотите двигаться вы желаете у вас появляется какой-то импульс полета движения потому что здесь свинья не просто бежит она находится вот в полете знаете как это прыжки в длину и пока это длина есть и я прыгаю я лечу причем много-много метров вот здесь вот что-то такое да вам комфортно находиться тогда возникает вопрос а что вас выбивает вообще из этого комфорта давайте посмотрим неуверенность неуверенность в себе знаете очень интересный такой момент что вас выбивает из комфорта вас выбивает вот эти вот четки то вот эти люди которым вообще что-то все время от вас надо поэтому вас вообще категория людей она отдельно то что вы не понимаете вам и так хорошо вы так солнышко да вы такая вот сладкая манка протягательная вообще милашка что вообще этим всем мухам нет пчелам от меня надо казалось бы да я и так могу светить да то есть я иду своим путем отстаньте вы все от меня здесь какая-то такая энергия но ваша уязвимость ваша уязвимость она выдывает вас из-за доверия к миру почему потому что солнышко здесь она босое нету на ногах обуви на вот какой-то опоры плюс ко всему она как будто бы летает да она не идет по земле нету ну не стоит стабильным да в чем уязвимость в чем вы ощущаете себя уязвимой вашей боли вот это ваше самое слабое место причем знаете то что в будущем будет вот этот вот рассказать философский на тему жертвенности вот это как раз таки про это то есть я знаете птичка начинает клевать сердце и ничего не держит эту девочку да она может оттолкнуть эту птицу да она не хочет знаете какая-то такое жертвоприношение да причем боль которую вы сами себе причиняете вот если вы посмотрите очень схожи эти выражения лица и сейчас вы примерно находитесь в таком состоянии поэтому видимо такое такая энергетика что вам больно причем эту боль вы причиняете сами себе почему опять таки потому что вы гиперболизируете всю ситуацию ваши эмоции это ваше уязвимое место и с другой стороны это ваша сила поэтому подытожив расклад что мешает вам давайте доверие к миру я могу сказать что с одной стороны эмоции а с другой стороны это и является вашей силой и силой и какой-то некой такой слабостью что касается доверия в плане мыслей да здесь вот присутствует что касается вашей энергетики в общем то здесь вам доверие присутствует только тогда когда вы в плюсе да они когда в минусе когда вы в патческом состоянии вот например как сейчас у вас вообще отсутствует доверие поэтому вам важно всегда поднимать свой свои вибрации любыми способами в данном случае у вас есть эта способность поднимать ваши вибрации если мы говорим насколько вы умеете достигать цели каких-то да и вот взаимодействовать насколько вообще комфортно так комфортно но вы залипаете в прошлом опять-таки в прошлом потому что есть эмоции это логично на вы их начинаете заново проживать и сами себе причиняете боль такое ощущение что вот вы не живете сейчас вы не мечтаете о каком-то будущем периодически себя отправляете в прошлое для чего чтобы осознанно как-то себя ранить а для чего вы осознанно себя ранить и потому что там было какое-то вот предательство их какая-то боль вам была нанесена и с другой точки зрения для чего вам эта боль была принесена нанесена потому что вы сами и и спровоцировали для вашего же развития то есть все это было сделано специально вами для вашего развития. Вот такой у меня был первый расклад. Я даже не знаю, сколько по времени. Пишите свои комментарии. Мне нравится Чуколе. Нравится ее энергия. Очень такая колкая, болезненная, четкая и очень откровенная. Так, это у нас с вами была позиция номер один. Мы ее поменяем. Я возьму вот эту колоду. Вторую позицию мы будем с вами рассматривать и колоду я подвину туда. Слишком высоко. Да, слишком. Перфекционизм мой. Так, позиция номер два. Красный камешек. Мы приступаем. Итак, сначала мы посмотрим вашу общую энергию. На момент здесь и сейчас помним, да, состояние меняется и информация может измениться. Итак, ваша энергетика. Колесница. Ой, открыла. Ну, ничего страшного. Ваша энергетика, она сейчас. Колесница. Аркан движений. Аркан прорыва. Аркан, говорящий о том, что вы нацелены сейчас на что-то. Даже если у вас нету какого-то движения, по крайней мере, знаете, ваша энергия, она сконцентрирована сейчас внутри вас, да. То есть, возможно, как-то вот перед прыжком, перед стартом. Мне здесь показывают, знаете, вот эти вот прыжки в воду, когда есть на трамплине, либо на батуте, когда человек прыгает для того, чтобы в дальнейшем что-то совершить. Да, ну, для этого надо как-то раскачаться, да, как-то вот разбег взять, что-то такое. Вот вы сейчас находитесь в таком состоянии, у вас есть четкая цель, у вас есть четкое понимание вашего движения, куда вы хотите двинуться, что вы хотите сделать. Вот. И такая, знаете, вот готовность, ощущение того, что вы себя собрали воедино. Наконец-таки, да, есть вот эта вот не раздробленность, а наоборот, какое-то вот сконцентрированное. Знаете, я вас как ощущаю, как то ли мячик резиновый, знаете, вот, который вот сжат, да, для того, чтобы прям до предела. Вот здесь ощущение того, что вот прям вот до предела, для того, чтобы вот совершить потом то ли прорыв, то ли какое-то действие, то ли разжаться. То есть вы настолько сконцентрированы, настолько готовы, да, что это вот ваша энергия на сейчас, что в дальнейшем вы совершите какой-то прорыв. Итак, начнем. ваше взаимодействие со Вселенной, Луна. Вы очень чувствительны? Ваше взаимодействие идет по женским таким энергиям. Ваше взаимодействие, оно, знаете, как-то фазами идет. Так же, как и Луна. Приливы, отливы. Вот не случайно был колесничий, да, вот это вот сейчас вы находитесь в каком-то вот приливе, а потом будет какой-то вот отлив, да, отдача. Вы сейчас находитесь в принятии для того, чтобы потом отдать. Какая-то вот такая подготовка. Поэтому вы взаимодействуете с Вселенной как-то вот интуитивно. Здесь нету, здесь по ситуации, вот так давайте я скажу, здесь нету какой-то конкретной программы. Здесь и вот все, так знаете, не определено, но при этом все настолько, здесь очень ярко выражена энергия воды, да, вот как-то вот какая-то вот текучесть, да, как будто бы вот вы смотрите в озеро и вот в этой глади как будто бы вы увидите какое-то отражение, да, как в зеркале, которое можно предсказывать. Вот здесь вот ощущения очень ярко выражены не то чтобы предсказательной какой-то системы, но вот у вас как будто бы это есть. Вы можете считывать, знаете, вот действительно вот здесь ясновидение, не яснознание, а вот как будто бы ясновидение есть, присутствует. Либо через сны, либо когда вы, знаете, вот засыпаете, вот это вот пороговое состояние, да, вот там может быть какая-то информация получена. Либо когда вы за что-то засматриваетесь, как-то вот в мечтаниях каких-то. То есть когда ваше состояние осознанности меняется, хоть немножко от привычного вам, тогда вот у вас происходит получение какой-то вот информации, да, через ваше взаимодействие с Вселенной, оно всегда через какое-то измененное состояние. Умеете ли вы решать текущие проблемы с помощью Вселенной, ну, то есть через знаки, символы? Умеете ли вы решать? Знаете, вот аркан позитивный, если вы занимаетесь второго, вы знаете, что это так. Но мне хочется сказать, что не умеете. Не умеете вы решать, то есть по отдельности да, а вот какие-то проблемы, то есть у меня есть, ну, как будто бы у меня есть проблема, и вы выходите как-то с Вселенной, разговариваете, что-то делаете, я на вам даю знаки, вы их берете, потом реализовываете, у вас получается, вот этого нету. Здесь ощущение того, что здесь какой-то вот у меня затык идет по поводу ваших желаний. Я не могу понять, я не могу разобраться, что-то здесь вот, как будто бы, знаете, вот вы не принимаете в полной мере своей женской энергии. Вот у вас есть эти энергии, а вы их, как будто бы, не принимаете. Вот мне идет слово недостаточно, я не могу понять, что-то здесь вам недостаточно, здесь как-то связано с желаниями, здесь не про финансовый недостаток, нет, а здесь вот ваша оценка по отношению к самому, здесь вы себя не принимаете, вот, поэтому вы, ну, то есть, знаете, у вас, как будто бы решение ваших задач, оно приходит через то, что вы женщина. Например, да, есть какая-то трудная сложность, и можно обратиться за помощью, например, к мужчине и сказать, вот, я женщина, я не могу это решить, помоги. А вы как будто бы, вот, знаете, вот этой женскими какими-то своими слабостями, какими-то, может быть, хитростями, какой-то вот дипломатичностью, вы не пользуетесь, вот вы не пользуетесь, знаете, вот, бывают женщины, такие, знаете, ухоленые, ухоженные, и вот хочется как-то вот что-то для них сделать. Даже вы, если являетесь женщиной, когда видите такую красивую женщину, вам тоже хочется для другой женщины что-то сделать, особенно, если вы мужчина. Так вот, здесь вот ощущение того, что вы не пользуетесь вот как-то тем, что вы есть женщина. Я не знаю, как вам это объяснить. принимаете ли вы, поэтому вы не можете решить вот с помощью, потому что вот женщина, да, ощущение того, что вы есть вселенная. Если вы женщина, вы и есть вселенная. И вы вот собой не пользуетесь. Вот так скажу. Принимаете ли вы вообще подсказки от вселенной? Да, вы видите эти шансы? Вот смотрите, с принятием у вас все хорошо, с пользованием плохо. Вот так скажу. Насколько вам хватает вообще энергетики? Вообще, смотрите, все великие арканы выпадают. Насколько хватает вам энергетики? Нет, не хватает. Я объясню, почему. Хотя аркан справедливости это все-таки про баланс, но у вас идет перекос именно в луну. У вас идет какие-то вот страхи, очень много энергии уходит на волнение, переживание, сомнение. Вы же не пользуетесь собой, как женщиной. А если пользуетесь, начинаете об этом думать, а что мне потом за это придет, и что я должна отдать взамен, и сколько это все будет стоить. И вот это вас выводит как-то из гармонии и баланса. Поэтому вот эти все лунные циклы, переживания, плюс ко всему гормоны, проверьте, как-то гормоны ваши влияют. Я не говорю о том, что там проблема с какой-то гормональной системой, нет, но гормоны ваши, они влияют на вашу энергию. У вас прям прям связь, как это, знаете, если бы вы могли оборачиваться, я бы вам сказала, что вы умеете выйти на луну. Вот здесь вот что-то такое. Хорошо, умеете ли вы подпитывать себя осознанно через взаимодействие с миром? осознанно, да, умеете? Умеете? Знаете, вот как-то водоемы даже. Через взаимодействие с миром у вас будет через два момента. Один момент, вот вы когда-то, знаете, либо, я не знаю, ванны принимаете, там, соленые души, я не знаю, в бассейн кто-то ходит, водоемы просто смотрит, на катках катается, либо здесь как-то вот через творчество. Через творчество, через какие-то свои способности, таланты. А у кого-то из вас здесь есть какие-то, знаете, места силы, даже если это не связано никак с водой. Вот, в прошлом где-то вы для себя нашли какое-то, место силы, причем оно маленькое, вот прям мне показывает что-то такое маленькое. Ну, это, понимаете, это не огромная лужайка, а это как будто бы какой-то вот пятачок, пятачок, что-то такое вот маленькое, вот мне показывает круглое, вот как если бы вы вокруг себя очертили какой-то круг, вот это вот какое-то такое маленькое место, оно такое вот плоское и круглое, я не знаю, что это такое. Вы его нашли где-то в прошлом, либо вы его создали, либо вы его нашли, вот что-то напоминает как пяльца, который используют для вышивания. Вот какое-то такое место, которое вас наполняет. Вот вы туда придете? Так интересно, вот это точечно, что я скажу. Кто-то вот правую руку делает кулачком и как будто бы, знаете, дышит туда. Ну вот это вот, фу-фу, вдыхает как-то, что-то такое. Ну, типа ритуал, но он не серьезный, он такой игривый, но это ваше. Вот какая-то вот ваша задумка, какая-то вот что-то такое придуманное. И это вас как-то наполняет. Вот здесь какая-то вот такая, знаете, вот игривость. Причем, знаете, как раньше секретики какие-то маленькие делали, да, там, заворачивали какие-то фантики, это мой секрет, там, что-то такое. Вот что-то у вас здесь такое, созданное вами искусственно, и это вас наполняет. Хорошо, умеете ли вы ощущать мир? Ну, было бы забавно, если бы вы не умели. Да, конечно, вы умеете, причем очень тонко, причем вы можете как-то разговаривать с временем, с прошлым. Кто-то воду заговаривает, да, кто-то воду заговаривает. Кто-то из вас похудел так, кстати. Знаете, воду заговаривали, я не знаю, то ли на позитив, то ли что-то. Здесь кто-то что-то нашептывает как-то на воду, да, а потом ее пьет. Ну, если это работает, да, то имейте в виду, что и здоровье тоже так можно. Ну, вообще все можно заговаривать, потому что здесь вот как-то идет у вас такое, что-то с нашептыванием, вода и шептание. Вы умеете, да, вы умеете ощущать мир, очень тонкие психологи есть, вот это вот. Знаете, причем реально ощущать, именно ощущать, не слышать, не видеть, а именно ощущать, вот какое-то вот телесное. У кого-то руки покрываются цыпками, да, как это называется, не мурашки, когда бегут, а вот когда руки обветриваются, кто-то живет на севере, и у вас там сейчас может быть холодно. И вот варежки или перчатки не носите, и руки, как это, не замерзли, как это называется. Кстати, у кого-то экзема. Так вот, мне показывают не тыльную сторону ладони, а внешнюю, там, где костяшки. Вот они какие-то вот красные, мне показывают вот какая-то кожа такая, ну вот, очень толстая. Если вы мужчина, то занимаетесь, я не знаю, то ли боксом, то ли вот как-то вот бьете что-то, и вот стерлись, ну, либо как-то вот работа такая, что руки, не то чтобы они пораненные, а не вот где-то вот наслоение на костяшках кожи, либо это какое-то вот заболевание кожное. Вот, не заразное, но, знаете, вот как типа аллергическое что-то такое, да, на что-то, непринятие чего-то. Вот здесь вот тоже такое есть. Хорошо, понимаете ли вы свои ощущения вообще и чувства, умеете ли вы их идентифицировать? То есть, понимаете ли вы их? Нет. Вот, смотрите, как забавно, да, какая двойственность, опять-таки, даже в чувствах. То есть, да, я могу это чувствовать, да, вот прям все тонко-тонко. Стоит вам только сказать, а вот что ты почувствовал, да, ты отследил. Вот в себе вам сложно. То есть, вы не, как вам сказать, для себя лично, вот так, вы не можете сказать, отличить, где есть переживание, а где есть волнение. То есть, вот эту тонкую грань, да, вот таких вот оттенков эмоциональных в себе вы понять не можете. Но, стоит вам почувствовать другого человека, вы вот прям до тонкости это все расскажете. Вот прям очень забавно, да, в себе нет, в других – да. Понимаете ли вы свои ощущения и чувства? Знаете, паузу я взяла, почему? Потому что какой-то вот здесь вот непонятный образ, и я не могу его разглядеть. То ли это какой-то вот квадрат границы, и я не могу понять, то ли, знаете, вот как темная комната, что-то такое. То ли вы свои, здесь какие-то боли, травмы мне пошли, и вы их внутрь себя как будто бы пихаете. Вы знаете, как будто вы хотите удержать вот это вот все, знаете, куда-то вот подавить. Вас уже достали вот эти вот ваши все эмоции, переживания, и вы хотите их контролировать. Поэтому внутри себя, все, я поняла, не потому что вы не можете это все в себе идентифицировать, а потому что вы себе не позволяете этого чувствовать. Потому что это, знаете, вот как будто бы шквал, некое такое сумасшествие, постоянно вот это все ощущать. И вам сложно контролировать, управлять этими, как-то вот все время это проживать, эти эмоции. Вы их подавляете. Очень много эмоций внутри себя вы подавляете. Как будто бы прячете там, заталкиваете на самое дно. Поэтому я увидела черную какую-то комнату, вы туда пихаете, пихаете. Какой-то чулан, понимаете? Вот чулан, и вы все туда бросаете, бросаете, бросаете свои эмоции. Потому что, ну, знаете, вот прям очень-очень чувствительный. Хорошо. Ваша коммуникация с миром вообще какая? Ну, очень высокодуховная, моральная ваша коммуникация. Как ученик и учитель. Вот вы общаетесь с миром, в том числе и с людьми, из разных позиций. Где-то в какие-то моменты вы являетесь учеником, а где-то в каких-то моментах вы являетесь учителем для других людей. Здесь и ценности. Что с этими ценностями сейчас? Вы, как будто бы, знаете, общаетесь с миром через очень высокие стандарты в своей жизни. Какие-то ценности есть у вас. Конкретные, определенные. То, на что вы опираетесь. И вот вы, то есть это, знаете, как некие такие правила. Вот это можно, а это нет. Это разрешено, а это запрещено. Вот это норма, а это аморально. Она, ну, не совсем нормально. И вы как-то вот через такую призму. Ну, стандарты очень такие высокие. Если у вас обмен, либо принятие идей. Да, конечно. Да, конечно. И вы, кстати, являетесь вот именно в таком плане, являетесь каким-то проводником этой информации. Челленджеры, или как там правильно слово-то это говори. Да, вот канал, который передает эту информацию. Вы не медиум. Нет, здесь нет медиумизма. Но здесь есть передавание информации. Вы очень четко можете ее чувствовать и передавать. Так, что вы вообще думаете о доверии к миру? Да у вас достаточно такие позитивные, веселые мысли на этот счет. Вы открыты, вот так скажу. Доверяете или нет, это вы знаете. Но вы открыты. Вообще мир для вас это праздник. Это то, что дает вам краски. То, что вас наполняет. Как вы разговариваете с миром? Ну, как со своей душой. Либо через свою какую-то душу. С миром ведете какие-то душевные беседы. Здесь диалоги идут. Вы, может быть, реально разговариваете? Смотрите, вы можете разговаривать через письменность. Через стихи. Через свои какие-то дневники. Либо вы представляете какой-то образ. То есть вселенная, она для вас олицетворение чего-то такого человечного. То есть как это антропоморфное какое-то существо. И вот с ним вы как-то ведете диалоги. Может быть наедине. Может быть не громко, а вот внутри себя. Как-то вот беседуете. Кто-то представляет для себя вселенную как какого-то старца. Такого мудреца с белой бородой, в белом одеянии, с посохом. Чем-то на Деда Мороза похож. Вот. И вы как-то с ним разговариваете. Вот эту философию. То есть для вас вселенная это что-то такое живое. Это что-то такое живое. Что именно вы говорите о нем, либо ему. А знаете, здесь вы как будто бы просите какие-то наводки, да, чтобы она вас куда-то вела, да. Либо от чего-то уводила, либо к чему-то приводила. То есть вела. Особенно и когда сложный момент, и вот надо, вам сложно чего-то отказаться, такого дорогого, ценного, важного. Вот вы и тогда начинаете беседовать. А здесь нету, знаете, я не вижу, чтобы здесь были молитвы, когда выпадает там эрофант. Вот. Но я вижу, у вас какая-то вот своя коммуникация. То ли через стихи, то ли через дневники, то ли через какие-то... Но здесь не в мыслях. Здесь что-то должно быть такое вот прям, знаете, существенное, что можно потрогать. Вот напишите, как вы общаетесь. Потому что я не могу понять, знаете... Вот кто-то, может быть, делает какие-то, вот знаете, куклы, и потом с этими куклами разговаривает. Либо как-то вот какие-то талисмо... Что-то здесь такое вот существенное, материальное, что для вас является олицетворением, символом, знаете, вот как какой-то вот амулет, может быть, да, что-то такое защитное. И вот вы и разговариваете. Кстати, здесь могут быть действительно делать, создавать какие-то украшения, либо амулеты и заряжать их энергетически, да, как-то вот силами. Вот что-то такое. Так, и следующая категория – это достигаете ли вы своих целей после осознанного взаимодействия с Вселенной? Я не могу сказать, что вы как-то достигаете своей цели, но вы меняете свое сознание однозначно. Как раз для этого, да, вот вас здесь ведут. Вы это хорошо слушаете, слышите, очень четко, тонко понимаете, считываете все. И у вас происходят какие-то трансформации в вашем сознании. Перемены происходят, проще говоря. Поэтому здесь не о целях, что вы достигаете, а вы меняетесь как человек, как личность. Если не достигаете, то что вам мешает? Ну, вообще, знаете, как-то семья как-то влияет на вас. Семья, какие-то эмоции, переживания, волнения. Какая-то таинственность, но это не знание. Что вам мешает? Вы молчите много, понимаете. Вы не говорите, вы не говорите о своих желаниях, вы не говорите о своих достижениях, что вы хотите, каких-то целей. Понимаете, здесь ощущение того, что вы перед своей семьей как-то молчите. То ли слишком такое высокое уважение для вас, ну, ваша семья является слишком авторитетом. Вы очень много умалчиваете, предпочитаете где-то что-то не сказать. Насколько комфортно для вас находиться в состоянии доверия? Это ваша природа. Вот это ваша природа. Потому что шестерка у кубков, она всегда говорит о невинности, она говорит о чистоте, о искренности, открытости, о дружелюбности, о доброте. Поэтому, насколько вам комфортно. Так это ваша природа. Такое ощущение, что, знаете, рыба попала в воду. Вот это вы рыба, которая попадает в воду. Насколько комфортно рыбе в воде? Настолько и вам. Что вас выбивает из состояния доверия. Ну, у кого-то на самом деле дети. У кого-то может быть, знаете, опять-таки повторюсь, например, рядом с луной легла, да, карта. Страхи, да, страхи такие. Вот страх сделать первый шаг, да, либо страх как-то ошибиться в чем-то. Знаете, а еще вы очень сильно боитесь показаться дураком, глупцом. Вы боитесь показаться каким-то недалеким человеком, потому что вы эмоционально, вы чувствительны. Иногда то, что вы чувствуете людям, хочется сказать, нормальным, которые с этим не связаны, им вообще непонятно, и их это пугает, и они видят вас какого-то сумасшедшего. И поэтому вы молчите, вы предпочитаете не говорить о каких-то своих способностях, да, наклонностях. Вот, кстати, когда мы говорили, как вы разговариваете с Вселенной, у кого-то есть выдуманные какие-то друзья, да, вот как в детстве, там, я не знаю, кого-то увидели. А в вашем случае это может быть даже, ну, я не знаю, с привидениями разговариваете. Ну, в общем, с тонкого плана какое-то вот существо, да, тоже, которое, ну, невидимо. Вот, ну, вы с ним как-то общаетесь, и для вас это является тоже как-то символом, кто-то с ангелами, да, мне здесь тоже показывают, говорят. Ну, я не знаю, в общем, здесь не случайно челенджик, вот, или как это происходит. Поэтому, что вас выбивает? Страх, страх показаться глупым, страх показаться. Вообще, ваша неуверенность, застенчивость, ваша мысль о том, что я, ну, вот как-то не такой, не такой, что, ну, как будто бы я... Знаете, вот так интересно, да, вы на самом деле далеко не глупый человек, а почему-то все время боитесь показаться. Знаете, вот какая-то неуверенность, вот детскость, да, боитесь показать эту детскость. Вот, здесь что-то такое. Так, двоечки. Расскажите мне, с кем вы там общаетесь? Вот мне просто интересно, с кем общаетесь. Ну, здесь не молитвы. Здесь даже если вы разговариваете с ангелами, там, архангелами, не знаю, с какими-то более силами, да, с высоковаборационными, да, это не через молитвы. Здесь какой-то другой способ идет, но это не молитва, однозначно. С помощью чего вы общаетесь? А кто-то, знаете, здесь общается, может быть, с помощью быстрой письменности, как это, знаете, вот берете ручку, и к вам приходит какая-то мысль, и вот вы постоянно-постоянно что-то пишете, пишете, пишете без остановки. А потом читаете, и у вас какое-то послание произошло. Здесь вот что-то такое тоже может быть. Так, с двойками мы закончили. Так. А вот сюда. То есть, как вы понимаете, да, колода для меня является рамками, в кадре, чтобы я понимала, до каких границ, да, я могу выкладывать или нет. Так. Троечки, приветствую вас, зелененький камешек. Давайте посмотрим, что у вас тут с доверием. Сначала мы посмотрим вашу позицию. То есть, сигнификатор вашей энергии на сейчас, чтобы вы могли ориентироваться. А потом уже все остальное. Пошли, пускай, две карты. Вот так. А, здесь тоже две. Ну, вот, смотрите, все прекрасно, значит. Итак, видно, видно, тень падает, потому что свет уже по-другому. Ладно. Итак, ваша общая энергетика на сейчас. Рыцарь мечей. Движение. Движение. Знаете, причем не простое движение, а какое-то продуманное, как следствие чего-то, о чем вы... Как-то не то чтобы... Знаете, вот это вот долго о чем-то рассуждали, принимали какое-то решение, да, а теперь, знаете, вот целенаправленное, вот не могла вспомнить слово, целенаправленное какое-то движение, да, очень быстрое, очень скоростное, причем сконцентрировано на что, на чем-то, конкретное. И вот, желание какого-то движения, причем вы уже четко знаете, куда, что. Если у двоечек была какая-то подготовка по колеснице, то здесь у вас уже подготовка это завершена, и вы уже двигаетесь, причем, знаете, с тремя гол... Да. Напролом, стремясь получить то, что вы хотите. Вот. Это вот ваша энергия на сейчас. Итак, начинаем. Ваша коммуникация с миром. Какова? Интересно, вопрос коммуникации, всплывает королева кубков. У меня тройки точно изменились. Вообще у меня люди изменились, на самом деле, вот прям вот по энергетике, очень прям ощущается. Либо вы позиции меняете, да, но вот что-то такое смешанное, уже действительно очень много изменений в вашей жизни произошло, ваша коммуникация с миром. Уже более мягкая, уже более, как-то знаете, с пониманием, принимающая, где-то в какой-то степени может быть пассивная. Больше вы как-то стали опираться на свою интуицию. Я бы сказала, такая вот более, ну, комфортная, что ли, гибкая. Что-то никак, усесться не могу, здесь удобно. мягкая, принимающая. Какой у вас происходит обмен? То есть существует ли он обмен и принятие каких-то идей? Да, да, с обменом у вас здесь все прекрасно. Видно, что? Видно. С обменом у вас здесь все прекрасно, вы стараетесь как принимать, так и отдавать, то есть старайтесь держать какой-то баланс, да, есть у вас, наконец-таки вы выработали для себя, почему я говорю «наконец-то», потому что такое ощущение, что раньше не было. Какую-то определенную конкретную стратегию, кстати, вот эта вот карта, она тоже про это нам говорит, рыцарь-мечей, выработали для себя какую-то стратегию взаимодействия с миром, да, и не больше, не меньше, четко, понятно, конкретно, что ты даешь, что я получаю, то есть, знаете, это вот вам придает какое-то вот спокойствие, как раз-таки по королеве кубков, да, какое-то внутреннее такое ощущение удовлетворения и какой-то некой свободы, то есть, наконец-таки я поняла, как мне что-либо понял, как мне, что нужно делать, да, как мне вообще нужно взаимодействовать с этим миром, что вы думаете о доверии к миру, прям, что вы думаете, и королева мечей выпала, что вы думаете, ну, вы такие, знаете, вот очень прям справедливые, да, то есть, доверие, это должно быть про, как-то вот все справедливо, да, то есть, я тебе буду доверять только тогда, когда я буду чувствовать, знаете, вот отсутствие подвоха, обмана, когда я буду видеть, что твои поступки не идут в разрез твоими словами, то есть, здесь, знаете, сначала для того, чтобы вам кому-то довериться, вы проведете человека через какой-то рентген, его проанализируете, его модели поведения, его прошлые какие-то поступки, да, то есть, сначала хочется сказать, вы все обмозгуете, да, и только после этого вы будете доверять, поэтому доверие для вас вообще, это когда все справедливо, причем справедливость именно в вашем понимании, да, вот что для вас является справедливым. Как вы разговариваете с миром? Да не разговариваете вы, как с таковым, с миром, с вселенной, либо, знаете, у меня такое ощущение, что если вы разговариваете, то это не всегда, не постоянно, это периодически, когда вы вынуждены, когда знаете, как это, да, вот это вот выражение, лошадь сдохла, слезай, а вы не слазите, вы сидите рядом, начинаете с этой лошадью, даже не с лошадью, а начинаете с вселенной говорить, так, а почему умерла лошадь, в чем была причина, а может быть она была старая, если не старая, а молодая, тогда, почему она умерла, почему умерла сейчас, почему умерла на моих руках, то есть вот здесь, вы знаете, такой вот анализ постоянный происходит, и вы как будто бы разговариваете тогда, когда вы убегаете от каких-то решений, своих задач, либо когда вы чем-то надломлены, либо когда у вас есть ощущение того, что сейчас я прохожу какую-то трансформацию, вам необходимы какие-то ответы на вопросы, то есть вы в особых ситуациях вспоминаете о вселенной, не всегда, и не на постоянной, то есть это не постоянная, на постоянной основе, и не каждый день, а здесь вот какие-то конкретные моменты, когда вам надо отдохнуть, либо после какого-то конфликта, когда возможно вам надо что-то проанализировать, либо когда вы находитесь в этапе какого-то, знаете, разрушения, опять-таки, да, ссоры, разделение, отдаление, вот что-то такое, либо моменты трансформации, что именно вы говорите миру, ну вот выпала краски аркан справедливости, знаете, вы, если вам что-то дали, то вы обязательно поблагодарите, неважно, это будет в молитвах, это будет в каком-то внутреннем своем ощущении, если вы перед кем-то там провинились, или как-то обидели, вы извинитесь, пускай даже не конкретному человеку, но вы обязательно все пошлете во вселенную, да, какие-то вот свои благодарности, изменения, извинения, ну то есть вот здесь все должно быть по справедливости, и вы говорите, что и мир на самом деле такой достаточно справедливый, да, то есть вот понятие кармы, оно у вас присутствует, да, что человек что посеет, то он и пожинает, то есть каждый получает ровно столько, сколько он заслужил, и вы состараетесь соответствовать вот этому вашему убеждению, то есть здесь все четко понятно, есть какие-то законы, есть какие-то правила, которым я должен соответствовать, поэтому вы говорите как раз-таки об этом, либо говорите через какие-то правила, ну то есть понимание вот этих правил и законов, таким образом взаимодействуете с вселенной. Умеете ли вы ощущать мир? Давайте посмотрим. Через разум, через разум, через интеллект, через абстрагирование от него, то есть надо подумать, умеете ли вы ощущать, вы стараетесь все объяснить логикой, то есть если у вас нету конкретной структуры, если вам что-то непонятно, вам сложно довериться каким-то там ощущениям, каким-то, вот я не знаю, предупреждениям внутренним, каким-то снам, если вы это сможете проанализировать и найти какое-то логическое объяснение, то есть причина следственной связи. Я не говорю о том, что вы прям заземленный какой-то человек, либо там чрезмерный реалист, нет, но при этом, знаете, здесь ощущение того, того, что жизнь нас вынудила, какие-то вот жизненные ситуации, обстоятельства вынудили вас быть таким, вот стать таким, вы не были таким человеком, вы стали таким человеком. Понимаете ли вы вот свои ощущения и чувства? Давайте посмотрим. Вы их воспринимаете только, знаете, либо как-то перевернуто, не совсем понимаете, либо их воспринимаете, как некий такой урок. А вообще вы очень жертвуете, да, вот здесь, если где-то внутри вас очень глубоко есть какие-то ощущения, то вы их замораживаете. Еще раз скажу, возможно, вы стали таким человеком, да, я не говорю, что вы жестокий, я говорю, что вы, у меня есть такое ощущение, после какого-то опыта вы как будто бы свое сердце заморозили, и вам кажется, что вот эти вот, ну это какой-то детский подход, вот эти вот все чувства, там все такое, ну то есть, не то, что вы их высмеиваете, а с одной стороны вы их не понимаете, а с другой стороны вам некомфортно. И вы стараетесь, знаете, вот как ученые, то есть люди, которые должны провести какие-то эксперименты, там, существует ли душа? Не буду я верить в эту чушь, да, мне надо как какие-то доказательства, взвесить человека до смерти, и после смерти, если есть разница, то вот ровно столько будет весить душа. Это какой-то научный подход, понимаете, точный, точный, научный, вот какие-то такие моменты. вы жертвуете, как-то осознанно жертвуете. Для чего вы жертвуете своими ощущениями, эмоциями? Знаете, вот для того, чтобы как-то выстроить нормальный фундамент. Ощущения, знаете, вот у меня от вашей позиции, что вы очень долгое время что-то старались, вас очень какой-то период сильно колбасило, были какие-то эмоции, переживания, и вы как будто бы приняли внутри себя решение, дали себе какой-то обед, дали какое-то обещание, типа вот так больше никогда не будет. Знаете, вот хочется сказать, что кто-то так подумал, что вот так, как со мной поступила вот эта тварь, да, причем это ваши слова, да, потому что, ну, я так в принципе не выражаюсь, я всегда фильтрую свои слова, что я говорю и как, но вот здесь вот такое, прям, знаете, очень эмоционально накаленное ощущение было, прям такое вот насыщенное, что вы, знаете, вот как будто бы в горячах, когда мы клятву даем, либо еще что-то, и вот здесь как будто бы такое, вы себе говорите, что вот так больше никогда не будет. Знаете, это вот, как этот, унесенным ветром, когда Скарлетт Ухара говорила себе о том, что я больше никогда не буду голодать, и все, то есть у меня всегда будут деньги, у меня всегда все будет, земля и достаток и так далее. Вот здесь вот что-то такое аналогично, если вы как будто бы эмоции принесли в жертву тому, чтобы выстроить свое какое-то вот новое будущее, хочется мне сказать. Вы принесли эмоции, смотрите, здесь если вы действительно практик, да, то здесь вот как будто бы эмоции, приносятся в жертву для каких-то, ну, своих способностей. Например, то есть быть чрезмерно эмоциональным в магии, это не совсем правильный подход, да, потому что ты становишься уязвимым, да, ты должен быть сконцентрированным, сфокусированным, внимание, то есть эмоции, это уже второй момент. здесь вы как будто бы были принесены какому-то своему, если вы практик, да, каким-то своим способностям, это один момент, а другой момент, как будто бы это было все принесено в жертву, хочется сказать, какому-то своему прошлому, да, то есть это не обязательно какой-то вот там мужчина либо какой-то человек, а вот как-то вот в прошлом, да, вы как будто бы похоронили. Знаете, человек, который, вот здесь вот прям вот это вот правильно верное выражение того, что вот вы похоронили какие-то, знаете, вот может быть действительно у кого-то была какая-то смерть и вот человек сказал, что больше я плакать никогда не буду. Все. И вот с этого момента вы как будто бы блок поставили что-ли себе, что-то здесь поставили, и вы больше не позволяете себе эмоционировать, переживать. Что-то такое действительно. То есть даже если вы захотите, вот у меня точно такое ощущение, что если, во-первых, вы не плачете. И вот здесь вот ощущение того, что даже если вот специально, осознанно как-то вызывать у себя слезы, у вас нет и не получится. Что-то здесь такое было. Хорошо. Боже, идем дальше. Ваше взаимодействие с Вселенной, как вы вообще на действии, на уровне действий взаимодействуете? Прекрасно через исполнение каких-то своих желаний. Чисто материально, вот если сказать одним словом. Да, прекрасно взаимодействуете. Гармонично достаточно, красиво, искусно, изящно. Балансировано. Знаете, вот прям присутствует какой-то вот шик, лоск и удовлетворение, да. Это вот внутреннее ваше состояние. Это я не про финансы говорю. Как императрица, вот как вы взаимодействуете с Вселенной, да. Как статусный человек, который добился чего-то в этой жизни. Умеете ли вы решать текущие проблемы с помощью Вселенной? Ну, через знаки, через символы? Вы эти символы умеете считывать. Но решать проблемы нет. Здесь, понимаете, вы можете другого научить, как это сделать, но вы сами этим не пользуетесь. Еще расскажу. Вот это вот что-то такое мистическое. Вот здесь так интересный такой момент, да, что с одной стороны я вроде бы логик, да, но логик, который верит в мистику, в знаки, в символы. Причем, если мы говорим о знаках, то здесь вот прям все, что связано с арифметикой, все, что связано с цифрами, вы вот на это вот очень сильно обращаете внимание, да. Все, что связано с геометрией. То есть здесь не абстрактное мышление у вас, да, и не какое-то там визуальное, нет. Здесь вот все четко, все, что связано с науками. Поэтому считывать знаки вы умеете, анализировать их, понимать, да, но решать самостоятельно нет. Принимаете ли вы вообще подсказки от вселенной? Ну вот как-то вы знаете, все равно придерживайтесь какой-то своей точки зрения. Вы знаете, вы не то, чтобы принимаете подсказки, вы опираетесь на свой опыт, вот так скажу. Для вас подсказка, это вы сами. Это ваш прошлый опыт, то есть и не важно, что мне там говорят тарологи, там либо еще что-то. Мой опыт говорит так, значит так оно и есть. И этому я буду верить. А все остальное, да, я это могу послушать, да, мне это как-то интересно, но это как, знаете, как сказки. Вот такое отношение. А так, в принципе, то есть вы это не исключаете, вы это не отвергаете, но далеко где-то там подальше, да, как говорится, дети – это прекрасные цветы, но на чужом каком-то огороде либо клубе, да. Почему? Потому что понянчился и поигрался, и отдал своим, ну, его родителям, да, и все. Вот здесь что-то такое. Хорошо. Насколько вам вообще хватает энергетики? Хочется сказать, у вас есть потенциал такой, знаете, вот энергетический, где-то вот он у вас каким-то образом подпитывается. Причем, знаете, какая-то такая экологичная батарейка, которая может подпитываться, знаете, вот там от солнца, что-то такое. Это не то, что в розетку засунула, батарейка подпитывается, но это какой-то вот особый способ. Может быть, кто-то через чтение, через интеллектуальные какие-то вот моменты, но в принципе у вас есть запас, у вас есть запас энергии. Хватает, да, я не могу сказать, что у вас есть какой-то дефицит. Умеете ли вы подпитывать себя осознанно через вообще взаимодействие с миром? Знаете, как вы себя подпитываете? Через какие-то новые впечатления. То есть у вас какой-то конкретный способ в дорогах, в передвижении, в том, что вам нравятся разные культуры, то есть, допустим, вам нравятся разные путешествия в страны, которые отличаются от той, в которой вы живете, либо где есть какие-то вот культуры такие вот экзотические, либо там, я не знаю, фильмы такие смотреть, если невозможно в реальной жизни путешествовать, то, по крайней мере, вам это нравится смотреть. Здесь, может быть, людям нравится какая-то вот история вообще как таковая. То есть любое передвижение, где есть новые впечатления, основаны на каких-то знаниях. Может быть, вот я не знаю, даже элементарно пойти в какой-то вот, например, ресторан, где есть какая-то там особенная кухня, там китайская, например, да, либо мексиканская. Вот что-то такое. Все, что связано со странствиями, все, что связано с передвижениями, путешествиями, походами, там, где есть какое-то действие, да. Здесь не про адреналин, здесь не про экстрим, здесь не про спорт. А именно от какие-то новые впечатления. Хорошо. Достигаете ли вы своих целей после осознанного взаимодействия с Вселенной? Нет. Нет. И знаете почему? Потому что вы этого не хотите. Потому что слишком много логики у вас. Не такое ощущение, что единицы сюда перекачали. Слишком много логики, слишком много правил, да, как это нужно, что нужно. Если нет, то что вам мешает? Ну, устои какие-то в вашей семье, да. Может быть, не было принято так. И вот ваше воспитание как-то повлияло на это. Насколько комфортно для вас находиться в состоянии доверия? Ну, прям очень комфортно. Прям очень комфортно. Девятка кубков. Смотрите, какая карта. Наслаждение, удовольствие. Сюда, да. Конечно, комфортно. А что вас выбивает из него? Вот. Так, куда посунуть? Куда местный фил? Вот так. Это семерка мечей. Что вас выбивает? Да. Капканы. Вот эти вот, знаете, враги. Те люди, которые вас хотят подсидеть. Те люди, которые хотят что-то у вас взять. Где-то сами вы себя попадаете в какие-то капканы, ловушки собственные. Где-то вы, знаете, здесь либо и самообман присутствует, когда вы сами себя в чем-то обманываете. Либо когда вас кто-то обманывает. Либо когда вы вообще невнимательные. Что еще вас выбивает? Страхи какие-то? А чего вы боитесь? Скорее всего, от обмана, предательства и боитесь. Это то, что послужило причиной, что вы закрылись. Конфликтов вы боитесь. Да. Поэтому вы и убираете эти эмоции, потому что они вам кажутся достаточно, ну, кажутся лишними, лишними, они мешают. Вот здесь вот предательства, только карты предательства не хватило. А так бы вот точно после этого предательства в вашей жизни все изменилось. Вы перестали доверять. Вы доверяете только реальность. То есть того, что видите, то, что знаете, то, что понимаете, конкретные вещи. Как говорится, не пойманный, не вор. Вот. Вот что-то такое. Прям очень так четко, ясно, понятно. Как будто бы, знаете, здесь какие-то военные у меня все время проходят. Лаконично, дисциплинированно, все по существу. все разложите, все объясните. Сухо, но при этом понятно и конструктивно. Все по делу. Поэтому, исходя из этого обзора, я могу сказать, что если что вообще вам мешает выйти к доверию, в принципе, доверие у вас, оно есть, но у вас доверие своего видения, знаете, вот через учение законов. Причем, законы вселенной, вы их познаете, как говорится, на собственной шкуре. И вам не нужно, чтобы кто-то вам что-то объяснял. Почему? Потому что здесь такая закалка жизненная, что я не приемлю. Здесь уже такие устаканившиеся убеждения и такие ценности, что вот ни один танк вас не сломит. а такая вот прям стена, что жесть прям, ну ничего вас не сломит. Поэтому эмоций здесь нету, вот, но для вас мир и доверие это вот четко ты мне, я тебе. Все, другого нам не дано. Прямо аж как-то я поникла. Энергетически иж руки замерзли. что там у вас? У кого там проблемы с сердцем? Сердечно-сосудистая вот эта вот вся система. У кого переживания, постоянные стрессы, там у вас холод, поэтому руки мерзнут, да, кровь, кровь не циркулирует. Троечки вот такие вот у меня были. я благодарю вас за внимание. Льду вас в пятницу на раскладе о жертвенности. Кому будет интересно, приходите, пишите свои комментарии, не забывайте ставить лайки, как говорят все торологи, но такова система Ютуба, вам она понятна, потому что вы достаточно системные троечки у меня. Это я еще в тройках осталась, да, то есть энергетика. Вот, но всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.